Учебник английского языка для 5 класса Комарова-Ларионова Страница учебника 28, задание 1 Прочитай текст Выясни Узнай имя Учителя английского языка Мой любимый школьный предмет Мой любимый школьный предмет Является английским Учебник английского языка Учебник английского языка Три раза в неделю Учебник английского языка Каждый урок длится 50 минут Я никогда не бывает скучно Учебник английского языка Антонимы Синоним это слово Которое означает то же самое Означает то же самое Что и другое слово Маленький Такие как старый и молодой Это не трудно Произношение Произношение трудное Мы проходим тест на произношение Каждый понедельник Нам нужно написать 10 слов Sometimes the words are quite easy Иногда слова довольно легкие Sometimes иногда the words Слова are являются quite довольно easy Легкие Но this week На этой неделе One of the words Одно из слов Было brilliant И оно было трудным Многие из класса Including me Включая меня Wrote brilliant With one L Написали brilliant With one L Написали слово brilliant С одной L My English language teacher Is called Mr. Thornton Thornton Моего учителя английского языка Зовут Is called Mr. Thornton He can speak Foreign languages Он говорит на 4-х иностранных языках He can speak French, German, Spanish and Russian Он умеет говорить по-французски, немецки, испански и по-русски He says Он говорит That it's very important to understand your own language first Он говорит Он говорит, что это очень важно Important to understand Понимать your, твой собственный language, язык сначала То есть сначала надо понять свой собственный язык Это очень важно, говорит учитель When you understand how verbs change in one language It's much easier to learn another language Когда ты поймешь Понимаешь, как глаголы verbs, глаголы change изменяются in one language В одном языке It's much easier Это намного легче To learn Понять, выучить Another, another, другой language Я думаю, это правда I think that's true I learn French at school and I think it's quite easy Я учу французский в школе And я думаю, I think, I think, я думаю, it's quite Это довольно легко Mr. Thornton is friendly and kind But he gives us lots of homework Mr. Thornton's очень дружелюбный и добрый No, but, no He gives us Он задает нам lots of homework Много домашних заданий This week, на этой неделе I've got to write a composition На этой неделе мне нужно написать сочинение I like writing, so I don't mind Я люблю писать, поэтому не против I like writing Писать We've got an exam next week So I have to study to У нас экзамен на следующей неделе Next week, so, поэтому I have to Мне нужно, have to это нужно I have to study to И мне нужно заниматься тоже I think I'm a good student Я думаю, я хороший ученик I always do my homework Всегда делаю Always, всегда Do my homework Делаю Делаю Do My My homework Всегда делаю домашнее задание I pass most of my exams But I'm not very good at maths Я сдал много экзаменов Но я не очень хорошо разбираюсь в математике Вот такой вот текст был на страничке 28 в учебнике И к нему в задании номер 2 Есть вопросы Прочитайте article, это статья Или какой-то текст Again, снова And say И скажите If the sentences are true or false Являются предложениями Правдой или неправдой Будет такое задание